Девушки отдыхают С появлением, с первым появлением Я думала, что уже никогда не приду к вам в гости Почему-то, ну почему вы меня не звали столько лет? Нет, просто мы очень много раз тебя звали Неправда! Нам говорили, ты всегда очень занята Неправда! Гастроли, гастроли, гастроли Неправда, значит вы не ту звали, Катя Да, вы не ту звали Говорят, есть такая, кстати Есть? Да, да Да ладно, прям гастролируют, зарабатывают деньги? Говорят, похоже, но поют под фанеру, конечно Поют под фанеру и гастролируют только на территории Кабардино-Балканской Змея, да, змея ведь Посмотри, какая Нет, нет, где-то гастролируют Где возможно, но реально похоже Слушайте, ну с другой стороны это приятно Потому что говорят, даже у сильных мира всего двойники бывают Да, даже у Сердючки, говорят, есть парочка Я вот про этих сильных мира слышу Парочка сотен двойников Слушайте, ну раз уж заговорили о двойниках и о похожих людях Есть у Кати Лель, мало кто это знает А я каждый раз, когда говорят Кати Лель, я сразу представляю Катю вместе с сестрой Ирой Потому что, ну вот они всегда вдвоем Не она олигастролирует, кстати Нет, нет, Ира всегда помогает Ира правая рука Ира строгая сестра, она же старшая? Она старшая Но не то, что строгая Она дисциплинированная Деловая? Как и я Ну, наверное, как-то так завелось Не все равно то, что я младше на 4 года Всегда как-то я была более Успешной Не то, что успешная Лекомысленная, может, какая-то, из того, что помладше Катя, небо, а Ира, земля Ну, кто локомотив? Локомотив, кто в вашем тандеме? Локомотив, ну, наверное, больше по характеру я Все-таки, да Я больше по характеру Просто мало кто знает, что Ира занимается многими делами В том числе, там, гастрольной Ира больше, конечно, всеми административными делами Я всегда говорю, когда спрашивают вопрос А сколько вы стоите, которые терпеть? Я говорю, я просто хорошо пою А все остальное, как Ирина Так вот, я почему говорю? Потому что каждый раз, когда я вижу этих сестер Они, во-первых, очень похожи Во-вторых, когда начинают говорить У них абсолютно одинаковый тембр голоса И с этим баб... Да вот, мне кажется, что да По телефону особенно Хорошо ли, так же хорошо ли поет Ира? А давайте мы сейчас узнаем Сейчас позовем ее в студию Ира даже постеснялась в студии сидеть здесь Хочет, чтобы она пела Ну, когда мы, подождите Мы в детстве, когда музыцировали в четыре руки И пели Лаван Ира в два голоса, но и пела Тембр немножко похож, но разные У Иры более высокие, у меня более низкий тембр Ну, то есть Ира тоже хорошо поет, можно сказать Ира тоже хорошо поет, тоже с высшим музыкальным образованием Только с классическим С красным дипломом тоже Я еще истрадно-джазовая закончила И фортепианная А Ира еще мне помогает на бэк-вокале Кроме директорства Боже, человек арки В некоторых песнях мы слышим голос Иры Абсолютно, конечно, конечно Думая, что это просто Катя сама себе пропевает бэки Вообще-то Катя сама себе бэки пропевает То есть лет через сорок, когда уже устанете плясать на сцене Вы можете так сделать студийный бакара Русский вариант, дуэт Будьте Ну, между прочим, бакара сейчас активно гастролируют Не надо, вот уж Ты еще про сестер Зайцевых вспомни, которые активно гастролируют И сестры Роуз Нет, вообще, знаете, приколов очень много На самом деле, когда выходишь из самолета И я говорю, давай, ты не первая И ей говорят, ой, здравствуйте, добро пожаловать Это ей А потом вдруг идет вторая Ой, я говорю, она, она И быстро в машину Ну, люди теряются, они не понимают, кто есть настоящий Но вы правда похожи И мы начинаем прикрасываться Говорю, это она, да Да нет, это она, да нет То есть абсолютно Вам не надоело издеваться над людьми, скажите? Ну, мы просто по-доброму же прикажем Развлекаются таким образом Ира темненькая, а Катя светленькая более Но мы заждаем, что перекрасится девушке В принципе, дайте полчаса времени Да, можно варить, просто надеть И все Ну, ну, ты сейчас зачем? Как это? Секрет таких, да Друзья, если у вас есть вопросы К наш сегодняшний гостик Катя Лель, напомню, на студии Ватсап, Айбер, СМС Плюс семь девятьсот девять Девять пять пять Сто три и ноль Десять тринадцать столицы В гостях утреннего шоу Настройка сегодня певица Катя Лель Катя у нас дебютантка Доброе утро Да, в утреннем шоу Поэтому смело можем рассказывать Расспрашивать Люди никогда еще не слышали Слушатели шансона О секретах красоты Катя Лель Мы тут уже начали всех обсуждать Но мы Что мы любим обычно расспрашивать Вот артисты, они люди Да, здрасте Они странного распорядка Кто-то ложится под утро Кто-то просыпается в два часа дня Вот какой распорядок у Катя Лель Ой, он ужасный Распорядок у Катя Лель Так, вот какой Ну, как у всех нормальных людей Есть ли он вообще, кстати, распорядок Может быть, это все настолько стихийно меняется В течение дня И день на день не похож Распорядок как у Творческого человека Творческого человека Не очень нормальный Потому что, как правило Это обязательно под утро засыпать Это не рано вставать Не рано это во сколько? Когда самолет, само собой, без сна Это на автомате А так, ну, не раньше 12 А есть какие-то обязательные пункты Которые Катя Лель Должна ежедневно выполнять Например, там, посещение тренажерного зала Обязательно Или посещение, там, студии Обязательно Что-то есть? Ну, прежде всего, это Я просыпаюсь Я благодарю Господа за этот день Я прошу То есть, утренняя молитва Какая-то там несколько минут, да? Да Здоровье для своих близких Потом я Я занимаюсь йогой Прямо дома, сама? Обязательно Бизнес-структура? Нет, я занимаюсь и с учителем по йоге Но еще и сама Обязательно хотя бы 5-10 минут Вот только просыпаюсь И прямо с кровати Вернее, у кровати В позе лотоса Я дышу Делаю дыхательные упражнения Подтягиваюсь Разминаюсь легко Вот И тогда уже начинаю свой день Завтрака Позитива И допью Вот я знаю, что Пригожин не может йогой без Валерии заниматься Да? А вот я нет Я только одна Хорошо, а так, после йоги завтрак Из чего состоит здоровый завтрак? Сначала это стакан теплой воды Так Даже два Вот, пока я там бегаю, пока умоюсь Потом это, может быть, кашка Или овсяная, или пшеная редко Вот сегодня перед вами я ела гречневую кашку Добавила немножко молока Ой, как это вкусно Да, совсем немножко То есть пол порции я съела Я вот сейчас себя ограничиваю Ровно пол порции и вперед Так, ограничения К чему должны привести? Надо, я не знаю, что-то сбросить Клип Да, новый клип, вот я сейчас хочу сбросить вес И скоро новое шоу осенью, поэтому есть к чему стремиться Так, но на шоу-то все сбрасывают Да Все сбрасывают, все, Лень, сначала, да А потом уже сбрасывают Там много надо сбрасывать Так, Катюша, а ребенком кто занимается? Ребенком занимается и бабушка наша дорогая, любимая, за что ей огромное спасибо Все стараемся Вот сегодня ребенок еле-еле встал в школу Когда она очень не хотела Мам, я хочу спать, мне холодно Я говорю, нет, надо, надо Папа отвел ее Вот, то есть ребенок максимально занят, чем можно В принципе, как и я в детстве Каждая минутка расписана и музыкой И мне Кабалевская занимается достаточно успешно Фортепиано И занимается английским, занимается плаванием И занимается теннисом большим И танц у нее сегодня Все успевает Ну, вот А вот из того, чем она занимается Ей максимальное удовольствие, что доставляет Все-таки музыка или спорт, или что-то другое Ну, так вот, чисто по наблюдениям Куда более охотно ребенок ведет Мне кажется, больше музыка Больше музыка? Хотя не так все просто Но видит же маму, как пример У меня просто тоже был и спорт, и музыка Но у меня на первом месте был все-таки спорт Наверное, я мальчик Ну, я ей сразу сказала, что это тяжело Не надо тебе туда идти Она сказала, я хочу Я говорю, зачем тебе, девочка моя? Это очень сложно Постоянно сидеть за фортепианом То, что я помню свое детство Вечно за инструментом Когда все гуляют А ты сидишь и учишь Баха, Бетховена и Гамма Вот меня волнует другой вопрос Девятилетняя Эмилия Сколько сердец уже разбила? Ой, ну я не знаю Она не рассказывает маме еще? Про своих кавалеров? Но мы секретничаем Мы же подружки И она говорит Ой, слушай, как ты думаешь Вот мы там на днях были в бассейне Я после тренировки пришла с тренером Значит, я ее привела Сдала тренеру в бассейн Говорю, все, я пошла на свою тренировку Давайте занимайтесь Потом, значит, возвращаюсь Вижу, они сидят в джакузи Мальчик с ней рядом В маске Так И она мне шепчет Слушай, ты знаешь, этот мальчик Под водой Обнял меня за плечи Это что значит? Как ты думаешь? Я что ему нравлюсь? Я что ему нравлюсь? Я говорю, ну может он с тобой просто кокетничать? Так, подожди, мам Тогда почему он меня обнял за плечи под водой? Может быть, я ему понравилась? Или он влюбился в меня? То есть уже вопросы девчачьи, понимаете? В 9 лет, значит, наверное, он влюбился в меня И это нормально Потому что она такая вся себе кокетка Она видная девочка с красивыми ножками и личиком Ну вот тут у нас была Лолита недавно Которая рассказывала про свою дочку И мы тоже спрашивали, будет ли строгий отбор Когда будут приходить мальчики в дом? О, да Будет тоже? Очень Берегитесь тоже Первый будет отбор строгий, прежде всего, у папы От папы, да Да, это будет... Мама-то более нормальная Мама сейчас говорит, что надо... Мама более нормальная Давайте, друзья, вернемся Мы скоро вернемся Настройка 10.26 в Москве У нас сегодня в гостях Певица, автор песен Исполнительница Популярнейших хитов Наша любимая Катя Лель Еее! Доброе утро! Закончила музыкальную школу Два отделения И фортепиано И хоровое дирижирование О, да Вот скажи, пожалуйста Ну то, что ты сейчас сыграешь на фортепиано У меня нет никаких сомнений А вот смогла бы ты сейчас Подирижировать хором? Да, а чем нет? Вообще в жизни приходилось это делать? Конечно, конечно Серьезно? Дирижировала хором? Конечно Мне всегда было интересно Как они там палочкой вот эту вот машут Для чего и как? Не они, а Катя Дирижер Нет, вы знаете, я вам хочу сказать Это очень интересный процесс на самом деле И я даже была на конкурсе Я помню, в городе Астрахань Когда я уже была на курсе, наверное, третьем В музыкальном училище В городе Нальчик И это классно, когда эта энергетика Перед тобой стоит хор Человек там 50, 70 или 100 И ты их держишь своими руками Где пиано, то есть тихо, где форте, громче Ты руками даешь динамик Но ты же еще и ритм даешь Конечно То есть, практически у тебя должен быть идеальный ритм В голове где-то Абсолютно Во всем теле у тебя должна быть вибрация Которая до них доходит И ты тем самым их держишь Они каждый твой взгляд ловят Каждую твою эмоцию Это потрясающе Это очень сравнимо с тем Что происходит на сцене, когда ты поешь Это очень похоже Это энергетика Потому что просто ты чуть-чуть ближе И их больше с тобой на сцене А зрители сидят в зале А есть разница, сколькими человеками Дирижировать Людьми Лучше Людьми Или сто, например Ну, я дирижировала хором только Если это оркестр, конечно, это больше А в хоре сколько человек максимально? А в хоре было максимально Ну, я дирижировала было человек, там, пятьдесят Ух ты Да, да Вот, поэтому это был очень классный опыт Который мне очень пригодился И я получала колоссальное удовольствие От того, что я делала Мне это нравилось Мы сейчас будем получать колоссальное удовольствие От прослушивания песни Которую мы не слышали, по-моему, да? Мы не слышали Катя слышала Катя, мне прямо сейчас все расскажет Она не только слышала, она ее записала Расскажи, Катя, какую песню мы сейчас будем слушать? Мы сейчас будем слушать песню Которую написал талантливый Сергей Ревтов Автор Этого человека мы знаем Да, песня называется «Пускай говорят» И в этом клипе снялся мой друг, наш очень классный Мечта дантиста Хоккеист Александр Овечкин И вообще справился великолепно, мне кажется, своей ролью брутального мужчины То есть теперь он может еще и в актеры подастся Вы знаете, когда я его увидела в мониторе экрана Я вот так говорю Вау, какой ты крутой Ты просто вот, Голливуд, отдыхает Но в этом клипе, я хочу сказать Я помню, есть момент, где он так трепетно держит Катю У меня даже было ощущение, что Катя развелась уже Потому что так по-настоящему вы сыграли Скажи, как круто было У нас была задумка по сценарию Режиссером был потрясающий Сергей Ткаченко Со своей командой прилетал всей группой сюда И он настолько кайфовал сам от процесса И когда я вижу, что режиссер растворяется в этом процессе То и тебе в кайф это все идет И когда он сказал Саше Овечкинову Что ты брутальный мужчина Ты не веришь, что она тебя любит И ты должен всем сердцем это показывать Что она там вокруг тебя ползает Она тебя обнимает Она там гладит тебе и говорит Ты мой любимый А ты все равно нет Не сдаешься Да, я тебе не верю И в конце все-таки он сдается и говорит Я люблю тебя Снимали в Москве или в Вашингтоне? В Москве Но я вам больше скажу, когда... Это реальная история, когда мы на конкурсе красоты были Саше в жюри И в перерыве он мне говорит, что подруга называется, да? Значит, я говорю, ну... Значит, сборе два раза в клипах, а я ни одного Я говорю, ты что, серьезно, что ли? Он говорит, да И тут вдруг, вот знаете, попадает так в воле случая эта песня, которую Ревтов пишет для меня Я вечером ему звоню, сколько это дней еще в Москве? Давай Пойдем-ка Буквально, вот буквально считанные дни И мгновенно все организовываем И в день съемки я, значит, ему утром аккуратно, рано пишу Сашуля, ты не забыл, что сегодня съемка? Угадайте, что он мне написал Я уже не в плю, да? Он мне написал Доверься мне Ух ты! Друзья, послушаем прямо сейчас песню Пусть говорят Вы звоните 223-5550 Код Москвы 495 Игра 5 секунд вас ждет 10.35 в Москве Дорогие друзья, напоминаем, что здесь в студии радиошансон Катя Лейли Утренний шоу «Настройка» по-прежнему веселит вас и самих себя А мы прямо сейчас будем веселить еще и нашего слушателя Зовут его Петр Петр, доброе утро Доброе утро, «Настройка» Таня Таня Да, я прошу прощения И, конечно, Катя Катя, доброе утро Доброе утро Здрасте, Петр Петр признался, что он очень любит песни Катя Лейли Хорошо, Петр А можно и напеть четыре строчки хоть какую-нибудь песню? Да, без мата, пожалуйста, можно Не, ну вы что, какие у нее? Муси, муси, пуси, пуси Миленький мой Я горю, я вся во вкусе Рядом с тобой Я как бабочка порхаю на стен И все без проблем Я просто тебя Тем Катя, спасибо, вам замечательно Спасибо, это был Петр, дорогие друзья Петр, если можете, подарите Кате эту песню По-моему, неплохой хит мог бы получиться Давайте играть скорее Смотрите, у нас есть вопрос И дается пять секунд на ответ То есть игра в первую очередь на реакцию Вы по очереди с Петром будете отвечать Петр, начнем А, мы должны отвечать, да? Конечно, да, конечно Пять секунд, Катя, это очень важно Катя сидела довольна Давайте Шопер начнет Я за Петра Да, Петр уже распелся Поэтому начнем Петр, назовите Три любых атрибута Первомайской демонстрации Флаг, транспарант И портрет Молодец Молодец Еще и да, срочно ответ Один балл Один балл есть Зарабатывать Так, хорошо Катя Катя, назови, пожалуйста Три любых Города-участника Мундиаля 2018 Нифига себе Я вообще такие вопросы Очень Что такое мундиаль Мы так и знали, что женщины Не знают, что такое мундиаль Монква, Питер, Самара Чемпионат мира Который будет предстоять Через месяц уже Через два И такой вопрос Кате задать Нормально вообще? Мы думали, что ты футбольная фанатка Дальше Почти Хорошо, ладно, идем дальше Петр, назовите три любых супа Которые всегда подают холодными Суп Как его у нас? Холодный суп Холодный суп Как его у нас холодный суп Холодный суп, да Агриколик, Окрошка Окрошка хотел сказать Да, но не успел Но не получилось, хорошо Ничего страшного Катя Один ноль все равно Назови Три любые звезды Из Нальчика Билан Катя Лильс И Казанова Молодец Раз, раз Один балл уже есть Хорошо, идем дальше Петр, назовите, пожалуйста Трех любых мужей Аллы Пугачевой Тилип Киркоров Господи, этот Максим Галкин его зовут Так она и приходит домой Господи, и этот дома опять Максим А первую не назвал За все равно Болдин Конечно Хорошо, ладно Один-один пока Один-один Идем дальше Катя Назови, пожалуйста Три любых вида шпагата На котором сидит Анастасия Волочкова Продольный Так Поперечный И вертикальный Ну вертикальный Ну не успела Руками я понимаю Руками показала Петр, идем дальше Серьезный вопрос Сосредоточьтесь Назовите Три цвета российского флага Сверху вниз Белосиний и красный Молодец Второй балл зарабатывает Петр Уверена Катя Назови, пожалуйста Три любые рифмы К слову Лель Лель Копель Постель Апрель Молодец Молодец Я думал, будет ли дрель Дрели не было Не нашли Так, хорошо Два-два Идем дальше Петр Назовите, пожалуйста Трех любых знаменитостей По имени Петя Петр Чайковский Петр Лещенко Петр Первый Толстой Листерман мой любимый Толстой, да Так, но не у вас же Не успели Не успели Катя Сложный вопрос Да назови трех любых знаменитостей По имени Катя Катя Семенова Катя Лель Катя Шнаврина Чудесно Гениально Смотрите, со счетом 3-2 Уверена Победила Катя Лель Катя Лель Поздравляем Утренний шоу Настройка 10.44 в столице Катя Лель по-прежнему на студии Ну и не можем мы не поиграть Еще в одну интересную игру Не столько игра, сколько развлечения для нас И для твоих коллег Женщины на сцене Женщины в шоу-бизнесе Актрисы Певицы Ведущие Ведь вы все друг друга очень любите И знаете И знаете Хорошо Смотри А почему вы думаете, что не любим Да Я шучу Но говорят, что в театрах бывают такие интриги У артиста И в балете И в шоу-бизнесе И в спорте Спорте, конечно Да, это везде, я думаю, есть интриги Но Но Вот лично Мое мнение Всегда нужно относиться к этому миру Реально С позитивом И без зависти Это так Самое последнее Это завидовать Хорошо Это самая разрушительная сила Которая Тебя же потом и разрушит Естественная Бумеранг Это такая сила Страшная Тогда к черту Разрушение всякие Значит у нас есть развлечение Добрая игра Нашим гостям Да Фамилии известных людей Да Но сейчас пойдем по всем девчонкам Мы даем тебе фамилии, имена известных людей От тебя требуется ответ один Старше тебя, младше тебя или одногодка? Вот посмотрим, хорошо А вот это Интуиция Интуиция Ты просто вспоминай, как кто выглядит, друг Хорошо, начинаем Елена Корикова, актриса Как думаешь, старше, младше или одногодка? Плохая девчонка, помнишь? Бедная Настя, по-моему Ну, может, чуть старше Старше Угадала, вот Уже есть чутье Идем дальше Диана Арбенина Может, одногодка Одногодка Уже два балла Может, 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 а пока все правильно Хорошо, Земфира Младше Младше 3-0 Вот это да Екатерина Скулкина из Comedy Woman Младше Младше 4-0 Что это такое? Наташа Королева Так Наташа Наташа Чуть старше, может На год Младше Наташа Королева младше Нет, старше Ты что, у нее юбилей в этом году Простите, ради бога 5-0 5-0 Ладно, все, идем Ирада Зейналова, наша телеведущая Старше Старше, правильно 6-0 Ирина Круг, певица Может быть Может быть Почти одногодки Младше Чуть-чуть младше Хорошо Аня Михалкова Старшая дочь Никиты Сергеевича Актриса Аня Аня Михалкова Сейчас ее много в сериалах Да, она прекрасная Может быть, младше Одногодка Да Одногодка, хорошо Певица Натали Натали Да Натали Ну, мы все вместе появились, кстати Так Потом можно петь Может быть, одногодка Одногодка, правильно Олеся Студиловская Актриса Так Может быть, чуть старше Одногодка Одногодка Хорошо Ладно, давайте закончим эту игру Поперечным шпагатом Настя Волочкова Ой, Настя уникальная Вообще Ты их поймешь Какого возраста Настя Она уже так давно в шоу-бизнесе Да Чуть младше Правильно Да Действительно, чуть младше Чистая победа, Катя и Лель Я хочу сказать В этой игре Хорошо, ладно Раз победила Тогда Рассказывай Обо всем, что происходит сегодня Где тебя можно увидеть Услышать Так Ну, завтра у меня Архангельск Так Вот готовлюсь к новому клипу На песню Все хорошо А в Архангельске Командой Ищу инвесторов Командой Ищу инвесторов, кстати Да Инвесторов Внимание Подтягивайте Уже сейчас Уже сейчас Много планов Как он мне рассказывал Как сумасшедший Заходит в гримерку Садится Наигрывает Да Говорит Нравится Я говорю Сколько стоит Он говорит Дарю Ух ты Ничего себе Вот этот джентльмен Уже Мгновенно я ее записываю И когда я ее записываю И все говорят Как ты мог ей отдать эту песню Он говорит Товарищи, стоп Я каждой из вас ее показала Но только она Эта девчонка Ее прочувствовала и спела Все Спасибо Катя Ель была в настройке Завтра увидимся Пока Пока Будьте счастливы